Welcome, welcome, welcome! Европа стартанула на этой неделе с первой своей игры G против G. 2G играют друг против друга, но это не означает, что они плохо играют, это лишь означает, что у них в наименовании их команды есть буковка G. Джайнсы играют сегодня у нас против команды G2 и выступают в качестве хозяев поля. Напоминаю, что в Европе и Америке это вам не Корея, здесь больше не играется Best of 3. Как итог, обе команды делятся на, по сути, гостей и хозяев. Гостями сейчас выступают G2-шники. Следующий круг, когда они будут снова встречаться, уже команда G2 будет в качестве хозяев. Так что на синей стороне сейчас у нас команда Джайнс. Патч у нас все еще 8.1, мы про это сегодня уже говорили. Ну и начались баны-пики. Давайте смотреть. Скажи, пожалуйста, сайт на руны. На руны? В смысле на руны? Какие руны выбирать? League of Graves, ProBuilds, OP.GG, даже Champion GG подойдут. Никаких проблем в этом нет. Ну что ж, давайте смотреть. Надо, наверное, немножко результат сказать. Обе эти команды сыграли одну игру победную и одну игру поражения на прошлой неделе. Джайантсы проиграли команде Виталиков, победили Unicorns of Love. Ну а команда G2 были побиты ракатами, но зато победили открытие сезона против команды Misfit. Это мы все с вами комментировали, это все есть на Ютубе. Ютуб есть, психоманик, напиши восклицательный знак UT. Мои админы, те, которые есть на Твиче, пожалуйста, дублируйте это. У нас есть лайв-канал Ютуб, теперь он отныне будет нашим лайв-каналом для стриминга. А тот Ютуб, который у меня сейчас у всех все еще будет там подписан, там более 4,5 тысяч уже должно быть вроде как подписчиков, он все еще остается, там все нормально. Ребята, там выкладываются ролики, именно завершенные. Для чего это сделано, уже много раз объяснял. Ну, коротко скажу. Ютубу так лучше. Вот Ютуб считает, что так лучше. Нужен канал для монетизации, где ты ролики выкладываешь, и нужен канал, где ты, по сути, никакой монетки зарабатывать не будешь, но зато можешь стримить. Это лайв-канал называется, у многих блогеров он тоже есть, так что не удивляйте, это не мое какое-то новшество, это система Ютуба вот такова. Ничего не поделать, вынужден был я сделать именно так. Ну что ж, давайте смотреть. Вейгар. Вейгар от Бетси будет на меде, как контра против Азера, а в некотором роде так оно всегда. И как произносить ник тренера Джайантов? Наруто Радор. Наруто Радор. Ну, наверное, как-то так. Наруто Радор. Натуральный Теорадор. Я бы его так называл. Натуральный Теориадор. Нормальное имя. Против Грабза. Соревнуется в Майндгеймсах, пиков банов. А где Лайв есть адрес? Спрашивает человек из ВКонтакта. Отвечаю ему. Заходишь в мою же группу ВКонтакте. И первая же ссылка сбоку в качестве совета, это будет она. И она называется Виви Латвия Лайв. Так что там не пропустишь. Пацаны, как вы с луст-триками справляетесь? Я, например, справляюсь очень просто. Продолжаю играть. И ты в какой-то момент начинаешь побеждать. Но главное, здесь особенность, это еще и с покера я научился. Когда ты начинаешь побеждать, не прекращать побеждать. Потому что если ты будешь на луст-триках продолжать играть, а на вин-триках не будешь продолжать играть, это глупо. Это реально глупо. Надо придерживаться и того, и того одинаково. То есть есть вариант просто прекратить, но луст-трик сам по себе все равно не прекратится. Какой смысл в этом? Играя, поднимая уровень игры на тех или иных чемпионах. Скарнер, что творится? Что я не понимаю? Джедвашники отвечают на Вейгера с Карнером. Я хотел вернуться к мысли по поводу Вейгера. Сегодня задавали вопрос, когда мы стримили Корею. Кстати говоря, Корея была отстримлена. Было выложено видосик на Ютубе стандартном. И, конечно же, в группе ВКонтакте тоже есть на это ссылки. Помимо этого, ребят, вы могли увидеть еще, что я выложил таблицу синергии Адыкери против саппортов. Тоже есть в ВКонтакте, тоже есть на Ютубе. Все как нужно. Так вот, тогда, когда Корею мы стримили, я сказал, что против Азира лучше всего подходит Ксерата, там, Зикс, Велкас. Ну, это основные контрпики считаются к этому чемпиону. Но Вейгар тоже есть такая тема. Вейгар вообще считался номинально изначально до еще появления новых рун, как контрпик к Азиру. Но вот незадача. Те новые руны, которые вышли, Азиру зашли гораздо лучше. Помните, он там сначала с Пушинкой всех доминировал. Сейчас он играет и через Книжку, и через Аркан Комету. А вот у Вейгара ничего не поменялось. Правда, сейчас вот экономическая тема начала развиваться у всех чемпионов на меде. Возможно, это будет Вейгар с телепортом. И с Книжкой, с часто откатывающимся телепортом. И посмотрим, как команда Джайанс и нас сейчас будут учить играть на Вейгаре. Я такого себе не придумал. Посмотрим. Пожали руки друг другу у нас тренера и ушли на Восвоязи. Имеет ли смысл наигрывать пару чемпионов из про-игр, или лучше пару простых наигрывать для Солоку? Мета, она движется как в Солоку, так и на чемпионатах. Так что вполне реально, конечно же, следить за метой. То есть, я так понимаю, два чемпиона из Солоку, вот это ты называешь, тех, которые чаще всего только в Солоку используются, и вообще на простом сцене никогда не появляются. Ну, да, советую и там, и там взять по парочку чемпионов. Особенно, если у тебя линий не так много, которые ты играешь. Допустим, ты там Саппорт, Саппорт Сона, Мейнер. Может, там ради фана взять еще Бранда, но ты обязан все равно уметь взять Тарика в любой момент. Ну, сейчас, по крайней мере, потому что мета идет Тарика либо Браума. Если он Тарика либо Браума... О-о-о-о! Вечер только начался, а она уже глушит. Слушайте, а что, сегодня трансляция в России... А, блин, нельзя же такие шутки говорить, а то вы скажете, что я русофоб. А, мы же выяснили сегодня, что я русофоб. Это уже было на Корее. Повторяюсь. Ну, девчоночка явно у нас сегодня... Не даст, а в смысле... А будет на веселе, будет не комментировать, а болеть, болеть за свою команду. Интересно, за какую она болеет. Ну, судя по тому, что она винишко с горла хлистала. Это, скорее всего, Джайансы. Бутылка была большая. Девочка молодец, конечно. Я, вообще, честно, удивлен, как туда с бутылками пропускают. Просто Fallout описал, так я специально. Русофобы отписываюсь. О, как у нас все слитненько. Скарнер, мои глаза! Да, ребят, кто не знает, сейчас будет задан этот вопрос, потому что каждый раз, когда я играю на Скарнере в соло-ку в лесу, всегда кто-нибудь задает этот вопрос у меня. Мол, а что это такое? Что это за кристаллы и что они дают? Ну, придется вам сразу рассказать, раз и навсегда в этой игре. Все остальные потом просто повторяйте тем, кто будет приходиться. Задавать вопрос по-прежнему, а что это за штучка и с чем ее едят. Эти кристаллики, ребят, увеличивают скорость передвижения Скарнеру, увеличивают его манную регенерацию и скорость атаки, когда он находится в этом поле. Помимо этого, любой, кто нажимает, становится на этот кристалл, может их захватить, ну, либо отменить, он отдается только команде целой, но команда с этого ни противников, ни вашей не получает никаких бафов, только Скарнер. А вы же только за это получаете 15 золота, ну, неплохое, так сказать, подспорье за то, что вы постояли 3 секунды на этом, на кристаллике. Да, я вроде поменял название, но оно, видимо, тупит. Ничего, поменяем название на ютубе потом, не страшно. Вообще-то админка, ты можешь сама поменять название, насколько я знаю, я же тебе дал админские права. Пауэ, наверное, пожалел, что ушел. Ну, Power of Evil только стартанул, вот кто точно пожалел, что ушел, и уже, наверное, жестко пожалел, это Игнар. Единственный вариант, при котором Игнар не пожалел, что ушел из Европы, либо не переехал в ту же самую Америку, так это в случае, ну, что он у себя дома играет, и не то, чтобы дома и стены помогают, а то, что, ну, хотя бы проводит матчи у себя дома, это приятненько. У нас тут Беттика очень сильно поддамаживает Гейперкс. Гейперкс уже против 2Х сражается, не дает нормально фармиться он бедному Вейгару. Сиджуа не пришла помогать, но за это она потеряет часть своего леса. Янкос зашел через синие ворота, так сказать, в синий лес, и зачистил сейчас там голема, точнее, не голема, а жабу эту боковую. Ну, а через телепорт уже возвращается Вейгар. Как видите, да, Вейгар у нас будет через книжку. Беркс в ответку не брал книжку, он как раз брал Аркан Кометы, чтобы больше урона наносить. Ну, у Янкоса 24 фарма уже, и у него еще 2 части леса есть. Очень хорошо прошелся он по своему лесу. Это мини-босс Вейгар? Вроде да, только это хрома какой-то мини-босс Вейгар, потому что я именно другого видел, он такой более яркий, был это какой-то мутный. Миссфиты не могли таких денег ему дать, чтобы он остался. Ну, мы не лезем в чужой карман, поэтому точно не знаю. Но с точки зрения именно уровня команд, уровня поедешь ты на чемпионат мира или нет, конечно, Янкоса сильно провалился. У Power of Evil еще все шансы есть. Ту команду, в которую он попал, еще можно вытащить со дна. Главное самому тоже отыгрывать так, как надо, потому что предыдущую неделю показалось, что Power of Evil не идеален, как, в общем-то, и Fabio. Два европейских представителя на американском ЛЦС сыграли, ну, отвратительные недели, если честно. Даже в фэнтези-поинтсах они ничего не заработали. Говорят, что это омега-скват Вейгар, а не... А, я... Меня сбили. Я не виноват. Одна неделя прошла, все, вы его уже списали? Ну, вообще-то, его команда проигрывает в серии корейских матчей 1-2, и ничего сверхъестественного он не показывает, почему бы не списать? То есть, понимаете, сейчас еще за былую славу, мы его называем постоянно, пройдет еще парочку недель таких, команда будет там 1-4 или 1-6, и уже будет не о чем говорить, бибики Оливерсы. Но зато они дают всем петушков покушать, ну, ладно, цыплят. У нас тут Янка сделает ганг, это, кстати, будет стаан. Жаль, нечем больше Таргамаса тут добить. Таргамас получает Игнайт, но под своей Ешкой Игнайт это Дэнайт. Прилетает у нас Руин, начинает замедлять Вадиду. Вадиду дают ускорялочку при помощи Хила Херман, и остается он в живых. Заметили вы, наверное, те, кто только вы сейчас первый раз начинает смотреть Европу и пропустил прошлую неделю, что очень большие изменения произошли во всех командах. Так оно и есть, абсолютная правда. Европейцы и американцы в своей составе почти там все команды на 80% поменяли. Обе эти команды так вообще почти без игроков остались с прошлого сезона. У Джайанцев остался только Руин на топе, у команды G2 остался только Перкс на миде. Все остальные игроки из других команд Джока здесь. Хотел убежать от Янкоза, но там скорость передвижения гораздо выше. Янкоз ударил по Дракону, и Дракон сразу начал бить по попке свинину. Ну и свинина решила сразу же отфлешиться правильно. 30 очков Power of Oil заработал не так плохо. Да, кстати, Power of Oil 30 очков-то заработал, но взять того же самого, кто у нас там был, по-моему, фанатиков Рекласс, да? Или не Рекласс, я, короче, не помню. Кто-то мне аж 58 очков принес за эту неделю, он всего, ну, Power of Oil 30, хотя это, да, не так плохо. Действительно, в среднем, если игрок каждый раз будет 30-очку зарабатывать, это уже очень хороший результат. Тот спрашивает, что это за Вейгара, и почему у него Рубик Кристалл. Это стандартный билд Вейгара, который вообще считается стандартным. Скорее всего, будет через Абисалмаску плюс Жоня. Да, так и есть, видите, он Магреску купил, Абисалмаска плюс Жоня. Увеличивает силу своей ульты на 10%, увеличивает общий урон, конечно же, со всех магических уронов. Не только своих, но и даже той же самой Сиджуани на 10%. Сам по себе достаточно тонковый будет чемпион, ну, а Жоня, потому что она бесплатная. Может быть, если бы он не играл через эту ветку с книжкой, он бы мог и без Жоня обойтись, и просто пойти дальше там в Маску, либо Рулай, ну, скорее всего, в Маску, и дальше Войтстаф сделать. Но здесь придется ему сначала доделать Жоню, потом уже думать о Войтстафе. Тут вообще у команды Джейнсов есть шанс на победу? Конечно, есть, ребят. Новый сезон, новые надежды. Я ставил, конечно же, Джейдвашников в своем обзоре американских и европейских команд. Можете его посмотреть на Ютубе. Обзор можно вызвать при помощи команды восклицательный знак «Обзор». Так вот, я их ставил, конечно же, Джейдвашников на номер два. Фанатиков на первое место, Джейдвашников на номер два. Джейнсов довольно низко ставил. Но после предыдущей недели мы осознали, что не все так однозначно в Европе. Теперь и многие команды могут даже побороться. А тем более, как идет вообще этот сплит. Опа! Джока не ожидал, что на него выскочит Перкс раньше, чем Янкос. В итоге Янкос здесь ловит. Он может прожать здесь ульту. Он прожимает ее по Сиджуане. Вытаскивает Сиджуане из этой же гампланковской ульты. Но погибается оно. Свинина вначале, конечно же, Вейгар зарабатывает себе килл. Получает себе красный баф. Пытается зацепиться за игроков. Но Вадид будет просто отфлэшиваться. Хотя пока он просто хукает. И очень много урона по стилбэку наносит. После этого он все же перефлэшивается. Херман мог сделать килл. Мне кажется, на Кейтлин. Но он боялся, что у нее... Ну, точнее, не боялся. Он знал, что у нее все еще есть флэш и хилл. Если бы он на Ешке своей туда прыгнул, он мог бы оттуда не вернуться живым. 1-1. Начало положено, как говорится. И ошибка джанглера, а именно Джока. Он видел по вардам, чем занимался Янкос на Скарнере. Тут же пошел забирать синий баф у него. Но его также встретила команда Поняток. Потому что он тоже прошел по вардам. Янкос успел вернуться к своей команде. Прожал здесь Джоню. Но от Вейгара не уйти далеко. Особенно, когда ты выходишь из Джонни. Ну, вот здесь, видите, у Хермана Ешка сейчас еще на КД. У него есть флэш с хиллом. Он много урона нанес по стилбэку. Но финальная автоатака не смогла бы добить, я думаю. Там потому что тоже есть хилл. Зачем Свинья на Жоню поражала? Не совсем понятно. Может быть, он боялся, что Скарнер сразу... Ой, Азерова сразу туда кинет. А после этого и Скарнер в него ультанет. И совсем играть будет невозможно. А так выиграл время для своей команды. Подойти. Ловит здесь на хук у нас. Водит. Трэша. Ну, война за синий баф продолжается. Синий будет забирать, судя по всему, себя. Бет Синь от Янкоса его на смайте забирает. Ну, Перкс остался без синего бафа. Так сказать, довольна должна оказаться команда G2, что они синий свой не потеряли. Ну, а Джайанс вроде должны быть довольны. Они же заинвейдили и добились того, что синий не достался Азеру. Правда, за это их теперь уже догоняют. Джока пытается убить. Азеру очень много урона наносит. И в этот же момент на хук сажают у нас бедную. Там Кенча. И, ребят, счет становится 3-1 в этой игре. Вряд ли Хермана поймает, хотя Руин очень стремится этим заняться. Флэш Стан попадает. После этого еще комбинация Стана. У Руина не было права на ошибку. Иначе бы его команда действительно осталась и без телепорта туплейнера, и без киллов после вот этого дурацкого инвейда от них же самих. Не успеваю я даже поговорить. Знаете, после корейцев как-то сложно перестроиться. Потому что корейцы нас усыпили своими играми на этой неделе. Все корейцы играли как раз-таки американский. ЛЦС напоминает, что Европа на прошлой неделе играла не супербыстро, но и не так уж и медленно. Ну так, и средний таймер у них были 37 минут. Американцы сначала первый день сыграли очень быстро все. Средний таймер был где-то 35 минут. А второй день они сыграли жутко медленно. Средний таймер около 38 минут. Так вот, как обычно корейцы бывают, они гиперполизировали. То, что увидели у американцев и у европейцев, и сыграли со средним таймером более 45 минут. И ты уже привык, что в первые 20 минут вообще никто никого не убивает, никакого экшена не происходит. Все просто ходят и фармятся. Ну вот, европейцы в первой же игре нам говорят, что это будет матч, где нельзя отвлекаться ни на что. Ой-ой-ой, нельзя так в ловушке, конечно, вставать. Херман. Нельзя так ешки ловить. Стилбэк. Сколько же ошибок индивидуальных. Идет тут Янкас, сражается с Джокой, идет телепортация. Что происходит на этой телепортации? Вейгар теперь будет зонить. Водит будет сейчас на фонарь кидать, чтобы вытаскивать Янкаса. Но пока он его не кидает, неужели он его тратил на своей линии? Да, он его тратил на своей линии без щитка. Остается Янкас. Янкас пытается добежать, но его рутят. И говорят, ты никуда не пойдешь. Оставайся здесь с нами. Пассивка Сиджуани. Пассивка Тамкенча и Вейгара Стеночка. Не пропустили бедного Янкаса. И он, кстати, играет тоже у нас с Кришкой. Давайте быстренько пробежимся по рунам, чтобы туда не обращать больше внимания. Пушистый Гнар – это стандарт. Ганпланк с Клиптомансией – это стандарт. Авторшок Сиджуани – не совсем стандартные руны. Корейский билд считается более сильным по винрейту. Но более тонковый, конечно, и этот билд. Вейгар у нас с книжкой. Кейтлин с флитфутворком. И книжка у нас у Тамкенча. Тамкенч может играть как с книжкой, так и без нее. В дальнейшем он будет менять свой Игнайт на телепорт. И сможет чаще вообще использовать и свою ульту, и свой телепорт. Ну, а что касается Янкаса, почему же он взял книжку? Это для более частого использования флэш ульты. Флэш откатывается на 25% чаще. Потому что саму у них спелл. Единственная проблема в том, что смайт он сможет поменять только тогда, когда доделается вот джанглийский предмет до конца. Кстати, он его доделал. Ну, а будет ли он менять свой смайт? Вряд ли. Ловит он здесь Вейгар. Но Перкс не промах. Он был у нас с Клинцем. Клинцем тут же снимает станчик, который накинул на него Вейгар. И уходит в сторону. Сиджуани из-за этого не попадает ультой. В этот же момент у нас была во время повтора ротация, оказывается, команды Джайнс на топ-лейн. Гампланк дал свою ульту, чтобы отзонить их от крипов. И главное, зачистить этих крипов, чтобы не было возможности так быстро убить эту вышку. И сейчас вопрос о том, успевает ли С сделать это быстрее. Да, успевает С, судя по всему. Хотя у него тоже закончились крипы. Но у него по другой причине. Напоминаю, что тот, кто делает свап, обычно жертвует фармом своего адекерия. Так что в дальнейшем мы сейчас увидим с вами немножко отрыв команды Джи-2 по фарму адекерия. Но зато просадка по фарму их топ-лейнера. Янкос. Опять чужой лес зашел. Опять у него здесь беда. Вейгар вообще, на самом деле, мне кажется, один из самых лучших чемпионов именно для ЛЦС-сцены. Дело в том, что у него очень хороший контроль. У него достаточно танковый, чтобы не быть ваншотнутым в лейтгейме. Что происходит? Ранинг даун. Руин просто забежал и убил Эза. А Хернан вообще ничего не пытался сделать. У него маны не было, Ешка на КД была. Он, ну, понимаете, обычно хотя бы пытается увернуться как-то. Он просто стоял и смотрел. Кроме Гнара и Ганпланка что-нибудь пикают на топ. Я про это вот как раз говорил на корейском чемпионате, что до появления патча 8.2 на просцене, скорее всего, мы с вами будем наблюдать только Гнара, Ганпланк и периодического контрпика к Ганпланкам. Либо у какого-нибудь Владимира, если получим мы бан Ганпланка. Потому что Ганпланк, когда умирает, с Ганаром легко справляется Владимир, ну, либо тот же самый Джейс. Ну, то есть есть вариации. Если не банят этих двух чемпионов, то мы наблюдаем этот матчап. Если же банят этих двух чемпионов, либо какого-нибудь одного из них, мы начинаем искать контрпики. Ну, точнее, не искать, а ожидать их. 4-3 в пользу команды Джайанс, но по золоту и по драконам идут впереди команда G2. Потому что вышку на Бутлэйне они сломали. Эзо у нас воскрес и сейчас отправился на топ. Что там у Эзо? Эзо уже есть. Гаунт, 138 фарма на 138 на миде. Доминация Азера по фарму на Бетси. Ну, Бетси не страшно, он-то стакается. Он не стакает золото, в отличие от того же самого Ганпланка. Но он стакает себе Ability Power. За каждый килл и за каждый ассист. Ассистов у него не было, были только киллы. И, конечно же, за убитых крипов и попадение скиллшота в оппонента. Все это дает ему прирост Ability Power. Когда его в следующий раз нажмут, посмотрим, сколько уже получилось. Минус Пэркс, он сдает ульту, попадает в стан, но в этот раз у него нет Клинца. И это, скорее всего, минус должен быть Пэркс. Но Бетси в него все скиллшоты решил не кидать. Кинул только два, оставил в покое, так сказать, Пэркса. И за это Таргамас может пожертвовать своей жизнью. Херман прыгает за Таргамасом, но попадает в Ешку. Вынужден он был отфлэшиться через стенку. Ну, не знаю, стоило ли оно того. До этого нульту Таргамас кидает свою Ешечку и остается в живых. АП выгоднее золота. С тобой полностью согласен. Потому что Ability Power стакается до бесконечности. А золото, оно предел имеет свой. Потому что за это золото максимум ты можешь купить 6 предметов. Ну и какой-то грейд. Больше ничего. Опять Ловит Пэркс, но в этот раз у него Клинца уже откатился. Он отпрыгивает руин. Станется мегагнаром. Будет застанивать ли кого-то. Да, но там можно обходить эту троицу команды Джайанс. Они идут в атаку. Джид-2шники вызывают здесь подкрепление. На вертолете высаживается у нас Вандер. Начинает бомбы, разставляет, взрывает всех. Один же с другой стороны разставляет своих солдат. Начинает воевать. И теперь уже ответку могут сделать команды Джид-2. Джайансы поняли, что зря они в этот Вьетнам ввязались. И Мэйдэй, Мэйдэй, уходим назад. Говорят, они не отступили. Воу. Слушайте, такой экшен. После корейцев это вообще какая-то MVP игра. Хотя напомню, что на этой неделе у корейцев аж целых три было. Маст-Си игры. Две из которых я прокомментировал для вас. Можете посмотреть их в записи. С пометкой они Маст-Си. Найти несложно. Просто на Ютубе в поиске видео видите Маст-Си и две последние игры. Корейские найдете. Вам понравится. Обязательно, ребят. Маст-Си обещаю. Ну а что касается этой игры, она просто изобилует экшеном. Хотя очень похожа на какой-то соло-кушный Сильвер. А плейсменты, где просто команда играет в пятером. Единственная разница между теми же самыми Сильверами, это не в том, что скиллшоты чаще попадают. А просто играют все вместе. Опять на Пэркса здесь выскакивает Бетси. Опять вынужден саму не спел тратить Пэркс, чтобы убежать. В этом, конечно, Вейгар силен. Я вот не успел про него договорить, что идеально подходит этот чемпион под ЛЦС. Потому что постоянно может он снимать самуниерспелы с оппонентов. Вечно можно устраивать 5-ман мид и ничегошеньки в ответ не сделать. Классный Дисангетч через собственную Ешку. Правда, у него, как и у Зилина, есть свои косяки. У Зилина похожая схема игры. По сути, вы там, правда, играете от своего Адыкери, под него все, а сами раскидываете бомбочки и скорость передвижения, бла-бла-бла. Но если вы промахнете свою комбу скорости передвижения, либо не дадите правильно свою ульту в тимфайте, Зилин становится сразу бесполезным. У Вейгара схожая схема посту, как его Ешка заканчивается. Либо если он плохо отстоял линию и не смог даже до предметов добраться, тоже проблема. Видите, в этой игре у Перкса проблем больше, чем у Бетси. Перкса опять ловит, но в этот раз его убивает. Сколько подряд раз это произошло, я уже устал считать. Тем временем Руин там цепляется за Вандера. Вандер просто побежал в другую сторону и говорит, ладно, не буду с тобой воевать. Мир, труд, моя жвачка. Добрый вечер, чат, приветствую всех. Привет, непутевый. Минус вышка на топе произойдет, Ярман уворачивается и на фонаре сейчас убежит. Ну а Перкс говорит, пацаны, мне надо как-то, не знаю, помощь, как-то быстрее до Банши добраться, чтобы, по крайней мере, я перестал умирать от первого же скиллшота Вейгара, который в меня их кидает раз за разом. А у Вейгара уже 3 кила, соответственно, в районе где-то плюс 120 ability power, учитывая, сколько крипов он уже за ластхитил. Это жестко. Кстати, кто мне напомнит, сколько на Вейгар 140 у него ability power уже дополнительных, 252, 253, только что он кушкой за ластхитил крипа, суммарно, 253, это суммарно, вместе с его предметами, а 140 это только стаков. Так вот, сколько он за килл зарабатывает, как и Насус, плюс 6 или плюс 8? У меня почему-то вот ассоциация то, что было плюс 8, это у Насуса плюс 6 за килл, плюс 3 за тележку и плюс 1 за обычный. Плюс 5, говорят, вообще за килл, я лошарик вообще, оказывается, перепутал. Плюс 5 только за килл. А, там килл и ассист одно и то же число было, все понятно. Килл и ассист плюс 5 идет в любом случае. Понятно, спасибо за подсказку, потому что, ну, этой таблички у меня не было. У Вейгара там своя тоже схема, у него лесные крипы, некоторые дают больше, другие дают меньше. Была вся вот эта вот табличка по всем лесным крипам, по, конечно же, тоже чемпионам. И разные спеллы тоже дают эффективность. А так за килл и плюс 5 только идет, пошла инициация Ти Джуани. В пятером объединились как раз G2-шники на меде, потому что они не хотят больше терпеть этого Вейгара. Очевидно, что команда G2 собиралась играть 4-1 сетап, но не получится им этого сделать. Им придется подстраивать свою игру под 3-2, хоть здесь и не так много у них танк-инициаторов, всего двое. И один из них не самый лучший, это я про трэша, он скорее дисенгейджер. У нас команда G2 начали делать дракона, раз не получилось вышку на меде сломать. G2 пока сидят там возле МИДа, а Руин с другой стороны начинает фланговать. Слушайте, здесь можно битву очень хорошо провести. G2 попадается в эту ловушку, но Джока выживает. Правда, там хорошо Руин сейчас настакал, с собой делает врыв, не цепляется он ни за кого. Флэшится, цепляется за Хермана. Старит его! О, ну его флэш, как же классно он сыграл, но тот все равно среагировал и отфлэшился еще дальше при помощи Ешки. Тем временем Перкс ворвался в свинину, убивает свинину, но за это погибает от Вейгара. Таргамас, скорее всего, сам по себе умрет. И это килл в килл. Нет, 2 килла за 1. Как же хорошо G2-шники осознали, что не успеет помешать им Гнар. Гнар их фланганул, они это увидели и тут же ворвались в команду Джайанцев. А Джайанцы и не поняли, что не успеет просто тупо подбежать Руин. А если и успеет, ему там стенок нет, вокруг которых надо станы прописывать. Да и Мегагнара он еще не настакал. Сейчас повторю, вы это увидите. Но это доли секунды принятия решений. И G2-шники смогли это решение правильно принять. Красиво, Таргамас, да вообще-то он спас. Он спас просто Джока из ниоткуда. Потом, к сожалению, да, погиб. Так вот, Янкас будет играть здесь в фулл танка. Идея у него заставить всех игроков купить QSS. Потому что он может делать флэш ульту против Скарнера. Спасает только QSS. В противном случае он вас все равно затягивает в свои отношения. В свои крабьи отношения. Ворачьими лапками. Давайте смотреть. Еще раз. Вот они увидели сзади игрока. Сразу же пошли в бой. Цепляются они за одного и того же игрока. Ну и вот Таргамас выплевывает. Сначала проглатывает, выплевывает. Вадид поставил хорошую диссингейдж ульту. Ну и здесь вот Руин долго решал. Пока мы это смотрели, у нас поймали еще раз Хермана. Еще раз его убили в сильвер уровень. Что-то не проснулся еще у нас Херман. Из его трех смертей две. Это просто детский сад, где его вылавливают на ровном месте оппоненты. Четвертый килл уходит за Бетти. И Бетти однозначно пока лучший игрок своей команды. В этой встрече решают Джейнсы, что убийства одного керри. И вот же два будет достаточно, чтобы начать делать Нашора. Но это, по-моему, не самая разумная идея. Потому что там есть Гампланк со своей ультой. Там есть Азир со своими солдатами. Вейгар, правда, ставит свою стеночку. Вейгара ловит. Но не боится этого всего. Там Таргамас его проглотит, выплевает. И сейчас пойдет проказ. Выскакивает здесь Руин. Минус уже трэш. Руин становится Мегагнаром. Прописывает станд по Янказу. Янказа также здесь убивает. Даблкилл за Руином. Вот теперь можно идти на Нашора. Правда, теперь уже остальных нет желания этого делать. Ну, наверное, и правильно, что можно просто отойти. Заработали еще два ассиста для Вейгара. Понимаете, когда в игре есть Насус, когда в игре есть Вейгар, вы не можете даже задать вопрос в чатике, а у кого лейтгейм? Это глупый вопрос. Я скажу свое мнение. Это очень глупый, неразумный вопрос. Очевидно. Конечно же, у Вейгара и у Насуса. Что бы ни происходило, это ваш сейфпоинт. Это ваш сейфпоинт, ребят. Какой бы у вас дурацкий ни был сетап из оставшихся четырех игроков, вы играете с чекпоинтом, либо сейфпоинтом. Сохранялочка, если кто-то старое вот это вот слово помнит. Сохранялочка, помните, да? Заветный чемпион, он у вас в команде. И он фармится. И он с каждой минуты становится все сильнее и сильнее и сильнее. Вы хоть понимаете, что у Вейгара скоро будет уже тысяча ability power? Он просто нажатием своей R будет убивать при любых обстоятельствах Перкса. Ну, кроме ситуации, где Перкс уйдет в жоню. Он просто будет нажимать одну кнопку, и тот будет умирать. Потому что он будет с ульты наносить ему 2800. 2800! Какой Насус? Я про Насуса говорю гипотетически, что Насус и Вейгар самые страшные чемпионы для набирания стаков. То есть остальные чемпионы, они... Там трэш вроде как усиливается постоянно. У него стаки идут на его ability power через души. Он увеличивает количество армора свое, увеличивает ability power. Но он этим особо не пользуется, так что это не так важно. А Насус с каждой автоатакой, с кушечной автоатакой, будет наносить тебе там по полторы тысячи урона. Просто одна кушка раз в полторы секунды, которую он может кидать. Но здесь Перкс сделал шикарный фланг. Будет попытка убить Жок, но Жок остается в живых. Ловит у нас на фонаре, вытягивает очень классно бедного Таргамаса. Таргамас не знает, что делать, но Руин прилетает на телепорте, прописывает стан. В этот стан начинает ставить свою стеночку Бетси. Бетси убивает одного уже игрока. Правда, килл достается Таргамасу, пытается добраться до Перкса Бетси. Но побаивается, потому что нет танков рядом. И Бетси знает, что кушка одна Хермана может очень много ему повредить здоровье. Поэтому он держится поотдаль и не лезет туда в глубину. Не обязательно. Килл он уже сделал, заработал. Ну, ассист в данном случае. Да, Насус дает кушку в лейтгейме на 1 четвертую вышке. Все верно. Даже можно там до лейтгейма совсем жесткого довести, что он эту вышку будет одну, там, не знаю, не четвертую, а даже половину ХП сносить. Там под 80% я даже видел кушки. Я видел, ну, ребят, были такие моменты. Насуса с 1200 стаками. Я видел такого Насуса. Я видел Вейгара с 1400 Абилити Пауэр. Это страшно. Это действительно страшно. У нас тут Руин, кстати, отзонил джедвашников, которые попытались делать на Шора. Потом они сами вынуждены были отойти, потому что у них численное меньшинство. И теперь они на Шора потерялись. Могут ли они убить Руина? На Руине висит шатдаун. Он отпрыгивает. За ним гонится Вандер. Прописывает стан. Убивает. Пытается бочку Руин. Но ошибается и погибает. Шатдаун снимают с бедного хомяка. Пока ошибся он здесь с выбиванием этого бочки. Но на самом деле он свою миссию выполнил на 100%. Он на телепорте прилетел. Поломал лицо команде G2. После чего он не дал им закончить с Нашором их грязные делишки. Отзонил их. Команда заполучила Нашора себе в карман. И в любом случае команда G2 еще на 5 минут получила себе продленку в этой игре. Ну а там и дальше можно продлевать. Чем дольше будет идти играть, тем страшнее будет Вейгара. Посмотрите сколько сейчас от Вейгара будет урона. Вот следите за его полетом спеллов. И на сколько будет урона заходить. Вот здесь он дал кушку. И сейчас W прилетит сверху. Вот где-то здесь она должна сейчас прилететь. Вот она прилетела. Минус 1 треть хп пролетела к Гнару. Это не было у него еще маски. У него нет еще войтстафа. Он вообще еще ничего не собрал. Он по сути собрал полтора предмета и бегает с ними. Но при этом у него уже 350 ability power. Ну а здесь нам показывают как Руина поймали. Руин даже у Перси снял еще флэш. Он почти его поймал. Прописал стамп по Вандеру. Ну да, Вандер на свой W бежал. А вот схема игры Янка за Ивадита мне нравится. Ставлю за это гигантский плюс. Я, честно, об этом не думал. Вы видели, что они нам показали. С флэша Янка сделает ульту по любому игроку, а команды оппонентов. В этот момент фонарь кидает к нему Вадит. И он на этой ульте к фонарю бежит и притягивает игроков очень глубоко к своей команде. Так как за Тауэрдайвить дальше их будет тяжело. Джайанцы, ну там не только Джайанцы, а любой бы сетап, уперся в этого Азира, уперся бы в ульту этого Ганпланка и в трэша ульту. Идея ясна. Команде G2 я ставлю за сетап большой плюс. Но вот Вейгар для них стал каким-то критическим очень чемпионом. Они не знают пока, что с ним делать. И у него уже появился Войт Став. Вот он, Войт Став, ребята, ключевой, можно сказать, даже момент. В игре у Вейгара появилась куча КДР. Ну, у него было КДР. И так неплохо. Морелку он добавил, еще 20-ку добавил себе. Теперь у него 30% КДР. И так как у него книжка, то есть 35% КДР, скорее всего, в данный момент синим бафом будет 45%. Но самое главное, у него появился Войт Став. Следующие два предмета, это уже защитного типа, будут предметы для Вейгара. Скорее всего, я думаю, это будет маска, чтобы пробивать процентный урон по тому же самому Скарнеру. И Вандеру, который пошел в стирак. Ну и, конечно же, Жоня, чтобы нельзя было его просто взять. И шокнуть. Взрыв не попадает. Бергсу очень много урона зашло. Джока делает врыв, его цепляет, пытается утащить, но он в стеночку попадает. Я про Янказа и утащить не смог. Много урона пропустил команда G2, но не меньше пропустили и Джайанта. Особенно пострадал здесь Бетси. Бетси пропустил как раз-таки через себя ульту ГП и ульту Эзе. Руин с другой стороны сейчас заходит, будет кидаться камнями. Команда Джайанта сломает вышку на миде. Таким образом, наконец-то заполучат контроль над чужим лесом. Они смогут заходить. Правда, вышку без крипов сложно убивать. Там анти-бэкдор протекшн очень жестко работают. На свои игр Бекклс или что-то я не понял. Не, он походу Бекклс, просто он ничего не купил. У него просто уже фулл хп. Ну, сломали вышку на миде Джайанта и не торопятся, ребят. Они знают прекрасно, что у них есть сейвпоинт. Если сейчас они не проведут какой-то дурацкий Тимфайд, где потеряет 5 игроков ни за что, то у них все зашибись. 521 обилити пауэр, 230 стаков. 230 на 31 минуте. Знаете стандартный показатель в Эйгаре в игре? 40-минутная игра, 250 стаков. 40 минут игра. Он на 8 минут почти что опережает стандартный показатель. 100 стаков вы обычно зарабатываете за 15 минут. Вот так вот получается. И последующие 100 стаков еще позже зарабатываете. Ну, так вот получается, что за оставшееся время он еще больше уйдет. Это страшный чемпион, ребят. Многие его забыли. Многие его даже и не знали. То есть смотрят какой-то... Какие-то два чудных чемпиона здесь бегают. Один в шляпе, а второй на краба похож. Ну, так и есть, да. Скарнер у нас из... Ну, король кого-то там. Многие считают, что он из Войда, но он на самом деле не совсем из Войда. Он король чего-то там. Показывают нам урон, нанесенный в этой игре. Огромное количество, конечно же, урона у команды G2, потому что они по танкам наносили урон. Джайантсам попроще в этой игре работать. Огромное количество хп, конечно, себе собрал. И за счет этого выдерживает те прокасты, которые дает по нему Вейгар. А Вейгар же, в свою очередь, когда подходит, постоянно начинает получать от Азира, да и того же самого Эза. И надо повнимательнее немножко играть Бетси, но он проседает слишком быстро. Ну, сейчас он не от танковости прибавится. Я думаю, он доделает либо Маску, либо Жоню. Посмотрим, он делает Бек. Очень долго идет его Бек. Продает... Нет, он пойдет в Рабадон, ребят. Никакой Жонни не будет. Это будет Рабадон. А выбор правильный. Я думал, что он пропустит, пока Рабадон не будет его доделывать. А уйдет именно в такой дефенсный билд. А потом заменит либо Морелку, либо какую-то из этих предметов, которые последние два он собирал, на Рабадон. Таким образом, усиливая все свои стаки сразу на 30%. Ну, вы понимаете, это нормальная тоже схема. Просто с точки зрения математики шикарная. Ну, и Бетти решил не дожидаться, так сказать, Лейта, а просто пойти сразу в Рабадон. Скарнер из Шуримы. Ну, да, да. Вот он вроде из Шуримы. Мне тоже вот с этим какая-то отсылочка была. Там Король Скорпионов. Может быть, это даже отсылка к фильму. Король Скорпионов. Который Мумия, помните, был. Только он нифига не король. Да ладно тебе? Ну, мама сказала ему, что он король, а ты... Ай, с тобой вообще общаться с чатиком опасно, ребят. Расстроились Скарнера. Он сидит сейчас у меня здесь и грустный. У меня есть игрушка плюшевая Скарнера. Вот он сидит. Воу! Про Там Джока. Знаете, так вроде выглядело все хорошо. Он тут Джока с другой стороны подходит. И это минус Янкас будет вместе с этим. Водит очень сильно страдает. Руин прыгивает, прописывает стан. Все это время Кейтлин и Бетти с разных сторон расстреливают всю команду Дж2. Дж2-шники думают, что-то здесь пошло не так. Мы вроде все делаем хорошо. Мы ловим любого игрока, как и задумывали, через флеш-ульту Янкаса. На фонаре Водит притаскивает нам Скарнера с добычей. Мы съедаем эту добычу. Но не получается. Мамин Король получается. Да, Мамин Скарнер Король. Все, мне там подсказали. Правильно Сильвер Джизис говорит. Он не король, его раса вся в спячке, а он единственный, кто очнулся. Ну, значит он король. Понимаешь, там же, наверное, иерархия какая-то идет. Так как он единственный, кто проснулся, значит он король. Все. А о чем он самый сексуальный и самый сильный? Это тоже ему говорили его друзья и товарищи. Ну что ж. GGVP. Джайанцы потеряли один ингибитор. Открыли им второй ингибитор. Никуда не торопится. Джайанцы, G2-шники не смогут сейчас ни на Шора делать ничего подобного. Вейгар что, игру выиграет? Да. Кто не помнит, в Корее тоже игрался Вейгар в первой неделе. Тоже против Азира. Единственная команда, которая это делала, это была Бибики Оливерс. И против кого-то было открытие, можно сказать, чемпионата Кореи. Ну, первый матч был Кингзоны против команды КСВ. Это мы уже, помните, смотрели и обсуждали много раз. А вот следующая игра, были там не самые сильные команды, друг против друга играли, корейские. И вот они Азира против Вейгара два раза сыграли. Причем оба по очереди. И у обоих ни черта не получилось. Вейгар просто разваливался. Но там был Вейгар без книжки. То есть там не был экономический Вейгар. И он был с Аркан Комет. И я как раз обсуждал это и говорил, что Вейгару не очень хорошо заходят остальные руны, бла-бла-бла. Ну, почему они не заходят очень хорошо, это очевидно. А Аркан Комета не помогает ему особо на линии. Он не может так сильно харасить Азира. И, видимо, поэтому, мол, больше он не является контрпиком. Но вижу, что если с книжкой играть, с экономической веткой, где вы зарабатываете себе 950 золота просто к 10-й минуте ни за что. Ну, вы не зарабатываете, а просто получаете предметы стоимостью в 950 золота ни за что. Вы довольно неплохи. Плюс частый откат телепорта. Плюс частый откат флэша. Но в данном случае он уже ими не пользуется. Подпушили у нас Джайанс и Медлейн. После этого тут же сместилися Таргамас вместе с Тилбэком на Нашора. Джедвашники понимают, что там происходит. Пытаются помешать этому Нашору забираться. И вот это вот может быть ошибка сейчас для команды Джайанс. Правда, они до конца его забирают. Ловят там Стилбэка, его проглатывают. У нас Таргамас, который остался без ХП. А в этот момент у нас прострадал немножко Азир. Азир вынужден был ультой выкинуть от себя руина. 13-7. Вот вам и чемпионы Европы. Проигрывают первую они свою игру сегодня. Завтра у них будет еще одна игра. Best of One приносит все больше и больше сюрпризов. Потому что именно такие выборы чемпионов. Видите, обе команды с домашней заготовочкой пришли. Ничего стандартного они не брали. Я уверен абсолютно, что у команды G2 сработала бы их стратегия, если бы на миде стоял Мальзахар, а не Вейгар. Если бы на миде стояла, не знаю, Ариана. Если бы Райс там был. Она бы сработала, ребят. Стандартные пики, которые должны были быть на миде против Азира. Но Джайансы готовы были к пику Азира. Им плевать именно на Скарнера. Просто так совпало, что они своим Вейгаром и Азира, и Скарнера законтрили. Надо Шаркса выкинуть из команды, чтобы опять стать чемпионами. Так Шаркса и нет там в команде, насколько я понимаю. В команде G2. Его же давно уже там нет. Но здесь Джока делают врыв. Азир пытается его зацепить. Но тот же Таргамас проглатывает его. Вытаскивает. Перкс пропадает с карты. Это, по-моему, была одна просто спеллочка от Вейгара. Он даже не кидал эрочку. А есть у него возможность еще сыграть флэшер. Доволен, конечно же, тренер Джайансов. Потому что он его команду G2 не просто переиграл по стратегии. Но еще и получилось так, что переиграл их и по пикам. То есть это всегда приятно, когда ты придумал какую-то стратегию. И думал, что оппоненты будут играть одну стратегию. А в итоге смотришь и сам еще недоумеваешь. Блин, там Скарнер. Что же это Скарнер натворит? Да ничего не натворил. Скарнер ничего не может сделать против Вейгара. Никак он не смог себя проявить. И Бетси, реальный MVP этой игры, может быть даже получит завтра бан. Не бан на Твиче или Ютубе, ребят. А бан аккаунта в Лиге Легенд. Да не, не. А бан имеется в виду Вейгара в свое лицо. А это будет бан уважения. Потому что банить просто Вейгара в открытую нет никакого смысла, если вы не собираетесь строить свой сетап от таких вот врывов и тимфайтов. Если вы собираетесь играть 3-1-1 без всяких азиров на миде, нафига банить Вейгара непонятно. Тоже догадываетесь, да? ГП вообще ничего не смог сделать всю игру. А что он может сделать? Давай вот определенно посмотрим, что он может сделать в этой игре. Когда любой тимфайт заканчивается тем, что они двух танков пытаются разрезать, один танк спасает другого танка, а в этот момент на них сверху летит комета, которая наносит 1400 урона. Это просто W, ребят. И кушка такая на 800 каждые 2 секунды. И там сразу девчонка у нас Джока урвала себе, вы видели. Правда, странно. Вроде бы Оливьета в Америке. А это что за девчонка? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Послушаем интервью. Но сначала идем на перерыв небольшой.